А сейчас я хочу вам рассказать про интересный, захватывающий, психологический фильм. Называется «Остров проклятых». Мартин Скорцези сделал его в 2010 году. Ну, один из моих любимых актеров, Леонардо де Каприо, играет там Эндрю, главного героя. Сразу не поймёшь, в чём смысл этого фильма и что собой представляет этот герой Эндрю. Какие-то захватывающие эпизоды, какие-то сюжеты с страстями и различными трагическими сюжетами. Но я не буду вам пересказывать этот фильм, хотя конец-то и хочу с вами обсудить. Вот этот Эндрю, Леонардо де Каприо, он здесь играет вроде бы, вот здесь он выступает перед персоналом. Он играет какого-то криминалиста, который разбирает какие-то случаи. И разбирая эти случаи, он докапывается до сути происходящих явлений вот на этом острове, где клиника для сумасшедших. И в конце оказывается, что сам Эндрю является пациентом этой клиники. И его как бы излечили, вернули в реальность. И вот он там сидит на кровати, понимая, кто он есть. И он рассказывает, да, я помню, кто я. И я знаю, что моя жена, не помню, как ее звать, Долорес, убила наших детей, там, двух мальчиков и девочек утопила. И я ее застрелил. Я помню, как это все произошло. Это такая трагическая часть моей жизни, что я не могу с этим смириться. Ему говорят, ну, вот видите, вы вернулись в реальность из вашего выдуманного фантазии мира. И вы теперь можете быть свободны, и мы вас отпускаем из этого острова, острова проклятых. Он просидел всю ночь на ступеньках этой клиники. И утром подходят к нему эти врачи. И ему говорят, ну, что, мы в реальность? Он удивляется и опять возвращается в тот выдуманный мир, в котором он, дедектив, разбирающий случаи, происходящие на этом острове. Лечащий доктор непосредственно с ним говорит ему, ну, только что, вчера ты понимал реальность. Он встает так, ему тихо, спокойно говорит. Жить монстром или умереть человеком – две большие разницы. То есть он не согласился жить вот этим монстром, у которого дети погибли так трагически. Жена сумасшедшая предала его, и он ее застрелил. И вот жить и об этом помнить он не согласился. И он решил остаться в своих фантазиях. В фантазиях, которые он придумал, которые его защищают от этого. Задумайтесь. Я не призываю жить в фантазиях. Я говорю о том, что часто фантазии являются вашим убежищем. А от чего вы бежите? От правды, от ответственности, от будущего. Вот об этом мы с вами и поговорим на наших встречах по скайпу, на наших тренингах. Подписывайтесь на мой канал. У меня много интересных роликов, я многие интересные темы затрагиваю. И мы с вами поговорим о том, в какой реальности стоит жить. В выдуманной реальности или настоящей реальности, которая трудна, трагична. Но преодоление, борьба дает нам радость жизни и наполняет эту жизнь смыслом. Друзья мои, мы с вами на связи.